Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим хранение какао-бобов. Какао-бобы хранятся до поступления в переработку в условиях, обеспечивающих сохранение их вкусовых достоинств и исключающих возможность повышения влажности, способствующей развитию плесени и порчи бобов. Должна быть исключена также возможность заражения бобов микроорганизмами и насекомыми. Помещения, предназначенные для хранения какао-бобов, должны быть просторными, светлыми, хорошо проветриваемыми и изолированными от других производственных помещений. Рациональным способом хранения какао-бобов является хранение их в силосах. Это обеспечивает непрерывность производства и исключает тяжелый труд рабочих, сокращает потери и дает более высокий экономический эффект. Одновременно соблюдаются лучшие санитарно-гигиенические условия. При хранении какао-бобов в силосах становится возможной автоматизация процесса хранения и дистанционное управление подачей какао-бобов на производство. Целесообразность применения силосного хранения какао-бобов повышается с организацией их бестарной сортировки и транспортировки. Размеры, форма, вместимость силосных камер различна. Круглые, квадратные, прямоугольные. Вместимость силосов может достигать 15 тысяч тонн. Силосы должны быть снаружи покрыты изоляционным материалом во избежание действия влаги и повышенной температуры. Оборудованы термоизмерительными приборами, приборами для измерения уровня системы вентиляции и устройствами для борьбы с насекомыми вредителями. Количество силосных камер вулкеров в силосе зависит от массы бобов, подлежащих хранению, и числа товарных сортов. Вместимость силоса должна соответствовать мощности предприятия. Однако в литературе имеются рекомендации хранить какао-бобы небольшими количествами по 10 тонн в силосе, чтобы при хранении сократить потери и затраты труда. Какао-бобы перед поступлением силосы очищаются в сепарационной сортировочно-очистительной машине 2 от посторонних примесей – от дробленных и ломаных бобов. Во избежание дробления бобов при загрузке их в бункера 1 предусмотрены специальные спуски. Для смешивания различных сортов какао-бобов из разных бункеров имеются весовые устройства 3. Для борьбы с насекомыми вредителями имеется фумигационная камера. Наиболее опасным вредителем какао-бобов и шоколадных изделий является шоколадная огнёвка – моль какао. Акроцерапс карамерелла. По внешнему виду шоколадная огнёвка напоминает плотяную моль, но имеет серый цвет. Наиболее интенсивно огнёвка размножается в летние и осенние месяцы. В тёплом и плохо проветриваемом помещении шоколадная огнёвка размножается и в зимнее время. На протяжении своей кратковременной жизни от 7 до 14 дней моль откладывает до 250 яичек на какао-бобах, шоколаде или в швах мешков. Через 7-10 дней из яичек выходят личинки, которые поедают продукты быстро растут, достигая 12-13 мм. По истечении 6-10 недель личинки достигают полной зрелости и начинают окукливаться. Для этой цели они выбирают затемнённые углы зданий, защищённые от воздушных потоков, щели в различных частях зданий, внутренние угрлы коробок и ящиков и тому подобное. Спустя 2-3 недели из куколки вылетает бабочка и весь рассмотренный выше цикл жизни повторяется. В хранилищах на шоколадных фабриках встречается также моль тропическая, домашняя, мучная и моль развивающаяся на сухих фруктах. Плохая вентиляция, высокая температура в хранилище способствует размножению и развитию насекомых. Относительная влажность воздуха 50% и температура 10 градусов Цельсия препятствуют развитию личинок и коконов, но они не погибают. Моль боится света и повышенной температуры. При температуре 60 градусов Цельсия в продолжение 10 минут все формы шоколадной огневки погибают. На основании этого для предохранения фабричных складов и цехов от заражения огневкой желательно каждую подозрительную партию какао-бобов перед подачей на хранение подвергнуть тщательной тепловой дезинсекции или обработке газообразными фумигаторами. Наиболее действенным методом борьбы с молью является кондиционирование воздуха и проветривание помещений. Заражение хранилищ молью наиболее возможно и опасно при хранении какао-бобов в мешках, в которых могут быть личинки моли. При таком способе хранения необходимо укладывать мешки на стеллаже в штабеле высотой по 8-9 мешков с расстоянием между ними 500-750 мм, что обеспечивает проветривание. Во избежание заражения производственных цехов шоколадной огневкой необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий. Первое. Не размещать склады какао-бобов и других масло, содержащих семян в производственных и смежных с ними помещениях. Второе. Не допускать хранения и не производить очистку и сортировку какао-бобов и других масло, содержащих ядер в производственных цехах. Третье. Быстро удалять освобождающуюся от бобов и ядер тару. Четвертое. Не допускать хранения в складских помещениях для какао-бобов, тары и упаковочных материалов. Соблюдать необходимые санитарные условия в помещениях для сортировки и дробления бобов. Кроме того, необходимо возможно чаще проводить осмотр мешков с какао-бобами и в случае обнаружения личинок отправлять эти мешки с бобами на дезинсекцию. Освобожденные от бобов мешки также следует сразу подвергать дезинсекции. Соблюдение частоты помещений воздуха, кондиционирование воздуха и регулярный микробиологический контроль необходимы также в избежании заражения бобов и готовой продукции патогенными микроорганизмами, среди которых имеются такие как сальмонелла, вызывающие пищевое отравление. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную хранению какао-бобов, а также борьбе с насекомыми вредителями. Благодарю вас за внимание. Поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а в колокольчике поставьте все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео, а их впереди будет еще очень много. Отправьте донат на карту Юмани, которую вы видите на экране. На этом я с вами прощаюсь, желаю всяческих успехов и до новых встреч.